Фура ехала из Усть-Куломского района. По словам водителя, при въезде Сыктывкар внезапно лопнуло переднее колесо. Машину бросило в сторону бодки. КамАЗ протаранил столби, рухнул на строение, которое от сильного удара накренилось. В момент аварии внутри домика находился сторож. Вот он, просто удар, и удар, сам даже не понял, сменщик-то. А со сменщиком-то что? Живой. С дивана упал. Куча сугробы была, а то она еще задержалась. Ей была бы куча, она вообще уложила бы будку. Теперь в будку можно попасть только через окошко. Входную дверь заклинило, а в углу старушки зияет брешь. Сам водитель КамАЗа без единой царапинки. К приезду нашей съемочной группы от шока уже отошел и отогревался в машине ГИБДД. Переднее колесо лопнуло, вот меня и туда и занесло. Потом ничего, вылезли с машины, вот здесь сидим. По словам автоинспекторов, в аварии виновато не только колесо. По предварительным данным, водитель не выдержал безопасную скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над движением. Водителю КамАЗа еще предстоит объясниться с руководителем компании, на которого он работает. Впрочем, машине не сильно досталось. А вот будку ждет капитальный ремонт. Елена Кононова, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.